Это такой геморрой. Если честно, это чуть-чуть опасно. Я ее нашла здесь! Что происходит вообще? Ой-ёй-ёй-ёй-ёй. Хлябенькая-хлябенькая. Это Галамарт или, блин, что? Ищу подвох везде. Ого! Самый ненужный в мире аппликатор. Да это такое! Как можно так делать? Привет, красотка! И сегодня, как ты поняла по названию, мы будем с тобой разбирать пакет из... Галамарта. Ну, непростой, конечно, пакет. Не просто я там купила для быта дома продукты, товары. Нет. Это, конечно же, косметика. И самое классное, что косметики в Галамарте было просто невозможное количество. Я серьезно, когда проходила мимо, я подумала, может, я в золотом яблоке, знаете, между стеллажами иду. Так один бренд, второй бренд. Потому что так много косметики в магазинах типа Галамарта там или Фикс Прайсе я еще никогда не видела. Собственно, как вы думаете, много ли я взяла? Ну, конечно же, я взяла все почти. Ну и, конечно же, сегодня мы будем тестировать все это на моем лице. Поэтому я сейчас без макияжа. Вам такие видео нравятся, как я смотрю. Поэтому давайте заваривайте чаечек. Приходите ко мне, потому что разговор, я думаю, будет долгим. И очень важная информация. Кто помнит предыдущее видео, я говорила о том, что с этого дня на моем канале начинается череда подарков от Сашки Пасновой. Это означает, что в каждом видео, абсолютно в каждом, лично у тебя будет возможность выиграть какой-нибудь бьюти-приятный подарок. И в сегодняшнем видео я разыгрываю обалденную палетку для контринга от NYX. Вы сейчас можете видеть ее на экране. В ней, мне кажется, просто все, что нужно для создания идеального лица. Конечно же, записочка личная от меня, лично тебе. И чтобы узнать, как выиграть этот маленький подарочек, обязательно смотри до конца и там будут условия. Знаете что? Знаете что? Больше всего меня удивило, что в Галамарте есть тональник. Тональник и пудра. То есть это те средства, которые наносятся прямо на лицо. И пока что я нигде не видела вот, знаете, из таких вот магазиков для быта, на самом деле, низких цен. Никогда я еще не видела реально вот такой вот косметики. То есть я видела там какие-нибудь карандаши для бровей, но никто еще не рисковал и не выпускал тональник. Цены я буду прописывать где-нибудь вот здесь. Но скажу так, косметика там не дорогая, даже не масс-маркет. Смотрите, я взяла два тональных крема. Один светлее, один темнее, потому что я не знаю, что мне подойдет, а мне хочется сделать идеальный, идеальный тон. Для растушевки нашего тональника мы будем использовать бьюти-блендер. Выглядит он достаточно хорошо, цвета, правда, не очень приятного, конечно, но там особо выбора не было. И знаете что? Я нашла, я же нашла эту штуку. Помните, может быть, в прошлом видео тестинга косметики из фикс-прайса? Я использовала для растушевки тональника на лице силиконовые стельки, потому что я подумала, что это та самая штучка для растушевки. Ну, нет. Эта штука точно не подходит, может, потому что это стелька? Я ее нашла здесь! Вот так она выглядит. Если честно, очень похоже на стельку. Но здесь написано приспособление для нанесения и растушевки биби-крема. Нет, ну вы только посмотрите, как он подрос. Я даже не могу сказать подрос, он просто вырос. Знаете, походу люди поняли, как надо их делать, потому что в фикс-прайсе, помните, мы тогда тестировали бьюти-блендер, он до сих пор у меня на туалетном столике стоит, лежит. Я поставлю ему ну, 4 и 8. Где-то так, из 5. И иногда выручает меня. Штучка для растушевки. Вот так она выглядит. Если честно, меня смущают вот эти вот края какой-то в полиэтиленовый пакетик. Итак, я вскрыла тональники. Один у нас тон 0,1 светлый, другой тон 0,2 натуральный. И, честно, чуть-чуть опасно все это делать, потому что такой дешевой косметикой из Галамарта я еще никогда не красилась. Да, мне подошел светлый оттенок, то есть 0,1. Пахнет он как обычный какой-то крем. Кстати, по поводу спонжа, он очень хорошо справляется со своей задачей. Он мягкий, он упругий. Я не знаю, это так делается. Слушайте, он вбивает. Интересно, за счет чего он вообще работает? Потому что это так странно. Но он действительно хорошо и без разводов, что самое главное. И знаете, в чем преимущество? Я только сейчас поняла, что он не съедает вообще ни грамма. Получается, бьюти-блендер, он всегда съедает хоть сколько-то тональника. Ну, нормально так он съедает тональника, потому что он как губка работает. Сейчас мне даже не привыкло, что я так много нанесла, потому что она ничего не съедает, она только растушевывает. Ну и как вам тональник? Мне кажется, он замечательно замаскировал все различные неровности. Девочки, я даже не знаю, что сказать, потому что такое ощущение, что я тестирую косметику не из Галамарта, а знаете, какого-то нормального такого бренда. Тяжело, конечно, сказать о тональнике вот за секунду, потому что посмотрим, сегодня я поношу его в течение дня. Посмотрим, что будет с моей кожей. Может быть, она там стянется, может быть, он вообще сойдет через полчаса. Пудру я взяла в цвете 0.1 и молодец, потому что как мы поняли сейчас, у меня тональник тоже 0.1. Если что, кстати, фирма Юни Лук называется. И знаете, я только что хотела сказать, что я взяла свою кисточку, а потом поняла, что это же кисточка из Галамарта. Просто я ее давно-давно, еще полгода назад, когда тестировала тоже косметику из Галамарта в свой первый раз, я купила эту кисточку и поняла, что до сих пор я ее пользуюсь, я наношу ею пудру. И вот такая вот замечательная кисточка была представлена в Галамарте. Меньше, чем за 100 рублей. Такая обычная синтетическая кисть. Посмотрим, как она достается в борс из нее или нет. Ух ты! Ух ты! Я вам так скажу, Реал Техник иногда с первого раза достается. Ни одной ворсинки. И, кстати, там реально много кисточек, я просто их не брала, потому что уже тестировала однажды кисти из Галамарта, и зачем это повторять? Пахнет приятно все. Я очень надеюсь, что я не посыплюсь какой-нибудь аллергией после этого. Ну, пудра хорошо мотирует, ложится тоже хорошо. Что происходит вообще? Почему все, что я тестирую, пока что хорошо? Я хочу где-нибудь уже разозлиться. Смотрите, что у меня дальше есть. Дальше у меня есть вот такая вот палетка, называется Румяна. Вот так внутри все выглядит. Но, если честно, упаковочка такая хлябенькая-хлябенькая. Есть такое слово хлябенькая вообще? Такое ощущение, что еще раза два я открою и сломается. Здесь есть аппликатор, конечно, есть аппликатор. Он очень странный. Я его даже сразу выкину, потому что им неудобно будет наносить. Девочки, мы будем наносить румяна другой штучкой. И это просто вещь, которую я хотела в первую очередь протестировать. Посмотрите, какая красота! Кисть в виде русалки снова. Какие это? Хвост русалки. Но она просто сделана очень круто. То ли она для хайлайтера. Но на ней написано, что это кисть для нанесения растушевки биби-крема и румяна. Смотрите, какая здесь качественная упаковка. Это вообще что такое? Это Галамарт или, блин, что? Видите? То есть она многоразовая. Если что, вы можете здесь ее хранить. Очень хорошо набиты щетинки. Такое ощущение, что, знаете, я снимаю какое-то рекламное видео Галамарт, где должна хвалить каждую вещь. Но нет, если что, это я сама купила на свои деньги и хотела вообще-то какой-нибудь подвох здесь найти. А вообще реально этой кисточкой можно наносить, мне кажется, биби-крем. Вполне возможно. Но сейчас мы нанесем ей румяна. Я вот так вот набираю. Наверное, пая... Ого! Пигментировано! Хороший, приятный цвет такой, знаете? Естественный морозец, я бы сказала. Он, мне кажется, абсолютно всем подойдет. Как будто ты только что пришел с улицы. Но вот этот цвет светлый очень. Мне кажется, он вообще ни к селу, ни городу. Он реально никуда. Я уже хочу к чему-то придраться, поэтому, видите, ищу подвох везде. Далее идем. У нас есть здесь тени. Вот такая вот интересная палетка. Шестицветные написано. Они реально зачем-то пронумерованы. 1, 2, 3, 4, 5, 6. А есть вот этот вот самый ненужный в мире аппликатор. Если такое видите, то смело можете вот так вот делать. Там, если что, мусорка. Я немного вас приблизила. Нанесу первый оттенок молочный такой на все подвижное веко. Ну, тени немножечко пыля. Но, знаете, я такое встречала и в декоративной косметике не только масс-маркета, но и люкса. Я пропускаю цвета номер 2, 3, 4 и возьму сразу же пятый оттенок для складочки века. Ну, ничего такого плохого я не заметила. Ничего эфирично хорошего. Но, собственно, что еще ждать от двух оттенков теней? Хорошее нанесение, но это справляется еще кисточка, конечно, хорошая, растушевывая. Но в целом цвет пигментированный. Цвет никуда там не уходит, не испаряется. В общем, можете оценить мой незамысловатый макияж глаз. В принципе, тени неплохие, но здесь вот пятый, шестой оттенок, например, очень похожи. Первый, второй очень похожи. Не знаю, зачем здесь прям шесть оттенков. Если бы здесь было всего два оттенка, которые я использовала, мне бы, наверное, они больше понравились, просто по функционалу. Потому что сейчас фактически у меня четыре цвета просидели, пролежали, ничего не сделала с ними. Только посмотрите, что у нас дальше. Подводка для глаз. Жидкая, но я не очень люблю жидкие подводки. Вы знаете, это уже я люблю подводки фломастера. Такая минималистичная, черненькая. Тоже Unilook Collection. Но мы постараемся с вами сделать что-то разумительное. Я реально никогда не понимала, как ей можно вырисовывать графичный кончик. Она же ползает постоянно. То есть вот за счет ее такого длинного кончика она очень такая вот извилистая. И с ней нужно прям дружить. Ну, что-то у меня получилось, конечно. Конечно. Но не факт, что это повторится здесь. В принципе, подводка хорошая. Она такая черная, насыщенная. Я встречала намного хуже, намного хуже жидкие подводки. То есть у них кончик прям очень неудобный был. Этот еще, ну, более или менее. Для Галамарта хорошо. Нет, ну, вообще вот реально, это такой геморрой, такой подводкой рисовать. Простите, но это вообще невозможно. Пахнет она так вкусно яблоками. Представляете? Прям яблоками пахнет свежими. Все, короче, я лучше больше ничего не буду трогать. Потому что у меня уже вид стрелки изменился тысячу раз. Но они все равно получились не идеально одинаковые. Поэтому я недовольна. Я ее выкидываю, если честно. Мне она ни зачем больше никогда не понадобится. И давайте закончим уже с глазами, раз мы начали. Смотрите, какая штука основательная. Причем была в Галамарте. Это керлер для бровей. Ооо, для ресниц. Зажим для загибания ресниц называется. У меня такой штуки реально дома нет. Я просто знаю, что если ты один раз ей воспользуешься, не пользоваться ею больше очень тяжело. Потому что реснички становятся, конечно, реально более такие изогнутые, более густые, как будто даже на вид. Давайте попробуем. У меня как раз сейчас все мои нарощенные ресницы отвалились. Я им помогла это сделать. Лучше так никогда не делать. И давайте завьем наши ресницы. Приподнялись. Могу сказать, что они действительно завиваются, приподнимаются. Просто сейчас мои ресницы настолько в печальном состоянии. Им нужно хотя бы некоторое время восстановиться. И еще в чем минус этой дурацкой подводки, что она проходится по ресницам. И ресницы склеиваются между собой. И что вы думаете, если тушь в Галамарте, конечно, есть с эффектом накладных ресниц? Ух ты! Какая щеточка, посмотрите! Вот это я понимаю объемчик. Ну, с моими ресницами сейчас вообще, в принципе, тяжело чего-то добиться. Не то, чтобы эффекты накладных ресниц, чтобы вы понимали. Они реально прям вот еле дышат, знаете. Но тушь, я скажу, неплохая. Не сухая, знаете, как бывает иногда. Кстати, по поводу тональника и пудры. Все пока что хорошо держится. Прошло где-то полчаса, мне кажется, я снимаю. И все пока что хорошо. Сразу видно, на каком боку я сплю. Я сплю на левой стороне, и у меня здесь ресниц всегда меньше. Но тушь действительно хорошая. Мне она понравилась по всему, в принципе. Не знаю, насколько ее хватит, но она сейчас вот прям вот готова, знаете, работать. Она не создает комочков, она разделяет реснички. Я думаю, если бы у меня было что удлинять, она бы это удлинила. В общем-то, можете заценить мои глазки, мои разные стрелки. Ну что, у нас остались на самом деле средства-то только для бровей и для губ. Для бровей в Гламарте достаточно много всего я набрала. Карандаш для бровей. Он у нас даже с щеточкой коричневый я взяла. Как вы могли заметить, у меня с бровями произошли некоторые изменения. Я сделала ламинирование бровей, поэтому сейчас я не парюсь особо с их укладкой. Обычно немного прохожусь карандашом для бровей. Кстати, скажите, если вам интересна тема вот этого ламинирования бровей, что изменилось, стоит ли делать, как их укладывать теперь. Может быть, об этом хотите целое видео, то я подумаю об этом, если будет много желающих. Ну, цвет не мой определенно, потому что он с такой рыжиной. У меня более холодный обычно цвет бровей. Щеточка вот эта, это просто смех на самом деле, она особо никак не помогает. Вот когда щеточка как из-под туши, вымытая щеточка, вот она лучше всего укладывает брови. И смотрите, что у меня есть. Это два геля для бровей. Более того, прозрачный гель для бровей я от Галамарта однажды уже пробовала, и он у меня поселился в косметичке надолго. Он, во-первых, очень хорошо фиксировал, во-вторых, он очень вкусно пах, поэтому я решила купить снова гель для бровей, но цветного тогда не было. Ну, пахнет он не так пусно, как тот. Этот немножечко даже спиртом попахивает. Хороший эффект, хорошо фиксирует, и вот наш цветной. Интересно, подойдет ли его цвет для моих бровей. Слушайте, прям идеально подходит под мой цвет бровей. Я не шучу, он прям идеально подходит под цвет моих бровей. И красотке осталось, в принципе, только средство для губ. И вообще, почему мне все нравится? Это серьезно настолько странно. Не, ну как бы с одной стороны, это хорошо. Я зато для вас открыла много нового. Наверное, вы сейчас пойдете в Галамарте и, по моим выводам, купите что-нибудь для вас нужное, не такое дорогое. Но я думала, что будет разбор полетов. Я думала, что я там буду говорить, что это такое, как можно так делать. Сейчас у нас остался блеск для губ цвета капучино, тон 33. Цвет такой более яркий, нежели я обычно наношу. Конечно, ни разу не капучино. Но вот и продукт, который мне меньше всего сегодня нравится. Ну, во-первых, цвет, ну ладно, это на вкус и цвет товарища нет, как говорится. Но он очень сильно мажет зубы. Нанесение тоже не самое такое приятное, не самое легкое. И я, в принципе, не очень люблю такой консистенции продукты на губах. То есть, это и не блеск, потому что блеск обычно ты наносишь, он такой, как будто густой. Но в то же время не помада. И он такое ощущение, что растечется через секунду. Но в целом красотке мы... Ааа! Еще одно средство, последнее средство, честно обещаю. Оно не связано с косметикой, но связано с волосами. И это мелки для волос, которые окрашивают волосы. Логично, да? Мне сегодня, на самом деле, еще две встречи проводить. За какой цвет голосуете вы? Ну, я точно не за зеленый. Я вообще, как бы, не очень хочу, чтобы это было видно. Я, наверное, за фиолетовый. Выглядит как палетка теней. Возьмем сзади откуда-нибудь, ладно? Вот так вот взять. И ничего не получить. Ааа! Нет! Кончик у меня фиолетовый. Ой, он оставляет все на руках. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Девочки, посмотрите на мои руки. Но вы видите, фиолетовый есть. Я бы даже сказала, что это больше розовый. Кстати, прикольная штука для того, чтобы просто поэкспериментировать, потому что, ну вот, захотелось тебе розовые пряди, да? Вымыли волосы и все, как было, так и есть. Но в целом, мне кажется, это классная штучка для, знаете, девочек, подростков. А может и для какой-нибудь фотосессии интересной. В принципе, прикольная штука. Я, конечно, ими пользоваться не буду. Мне вообще все это как-то чуждо. Я вообще бы красную помаду сейчас тоже стерла своих губ. Можно я так и сделаю? Пожалуйста. Я себя чувствую какой-то продавщицей в киоске. Так, мне кажется, намного лучше. Руки чистые. Ну, что я могу сказать, красотки? У нас очень классная распаковка сегодня. Очень классный тестинг, потому что я нашла для себя реально много классных средств. Мне понравилась вот эта штука. Мне понравилась вот эта штука. Гели для бровей. Мне, в принципе, понравилась тушь. Посмотрим, как она себя будет вести на глазах. Мне очень понравилась сегодняшняя распаковка. Расскажите, как вам? Хотите ли вы еще больше новых коллекций в Галамарте, новых коллекций в Фикс Прайсе? И как вы думаете, откуда еще можно сделать тестинги? Мы подходим к конкурсу на суперклассную палетку для контуринга от NYX. Условия максимально простые. Первое, то, что ты можешь сделать прямо сейчас, не закрывая это видео, это поставить палец вверх на это видео. Во-вторых, быть подписанной на мой инстаграм. Здесь сейчас выплывет мой инстаграм, и он всегда есть, если что, в описании. Это важное условие, оно будет проверяться. И третье суперпростое условие, это написать в комментариях к этому видео, как ты думаешь, можно ли пользоваться косметикой из Галамарта. Напиши, тестила ли ты когда-нибудь косметику из Галамарта, хочешь ли потестить. Самое главное, не забудь оставить в этом комментарии свой ник, инстаграм, чтобы мы могли с тобой связаться, в случае, если именно ты станешь победительницей. Спасибо большое, красотки, за просмотр. Я вас очень сильно люблю, и улыбайтесь чаще. Пока.